Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день. Подготовительная неделя к Святому и Великому посту. Святая Церковь, готовя нас к этому спасительному времени, напоминает нам о том, что такое пост. Когда говорилось о Закхее, то там, в этой притче, Господь показал, что пост является для человека древом, на который человек восходит, и оттуда он видит Господа. В прошлое воскресенье Святая Церковь вспоминала притчу Спасителя о Митаре и Фарисее. где Господь учил нас, как нужно молиться, чтобы наша молитва была благоприятной перед Божественными очами. Сегодня Святая Церковь вспоминает притчу Спасителя про блудного сына. В этой притче говорится, что у одного отца было два сына. В один день младший сын подходит к отцу и говорит, «Отче, раздели имение и отдай мне ту часть, которая мне подобает». И отец разделил имение и отдал одну часть своему младшему сыну. Он собрал все и через несколько дней ушел. Ушел в страну далече, то есть в далекую страну. И там начал жить распутно и прожил все свое богатство. И он стал нуждаться. И в той стране наступил голод для него. И он, чтобы не погибнуть, нанялся у одного из жителей той страны. И тот послал его на поле пасти свиней. И блудный сын пас свиней и хотел насытить себя рожками, которые ели свиньи. На востоке есть деревья, рожковые деревья, наподобие наших акаций, на которых даже такие же стручки, плоды, но они имеют вкус хлеба. И этими стручками обычно питают животных. И вот блудный сын хотел насытить себя теми рожками, которые ели свиньи. Но и этого ему никто не давал. Тогда он потерпел и пришел в себя. И он вспомнил дом отца. И сказал себе, «Сколько слух в доме моего отца избито чувствует хлебом, то есть хлеба больше, чем им нужно. А я здесь умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достойно называться твоим сыном. Прими меня хотя бы как единого от наемник твоих». Он подумал так, встал и пошел. Неизвестно, сколько он шел. Труд был, путешествие было трудное. Но он еще не дошел до дома своего отца. И отец вышел ему навстречу. И обнял его, лобезал его и сказал слугам. А сын говорит отцу, «Отче, я не достоин называться твоим сыном. Я согрешил на небо и пред тобою». И он еще не договорил, что прими меня как наемника. А отец уже сказал слугам, «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Принесите перстень и оденьте на руку его. Принесите обувь и на ноги его. Возьмите тельца у питанного, заколите и будем есть и веселиться. Потому что этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начался пир в доме отца по случаю возвращения блудного сына. Старший сын в это время работал на поле. И возвращаясь домой, он, когда приблизился к дому, услышал глаз радования, веселья. И он призвал одного из слуг и спросил, «Что это такое?» А слуга говорит, «Отец твой принял твоего брата, и он вернулся. И в радости того, что он принял его здоровьем, целым, он устроил такой пир в доме своем». Старший сын услышал об этом и не хотел войти в дом. Отец выходит к нему и говорит, «Зайди в дом». Но сын начал укорять отца. «Вот я столько лет служу тебе, и не приступал ни единой твоих заповедей. И ты мне никогда не дал даже козленка, чтобы я повеселился с моими друзьями. А этот твой сын, он даже не назвал его своим братом, твой сын, который прожил свое богатство блудно, живя с блудницами, когда вернулся, ты заколол для него откормленного теленка. А отец говорит старшему сыну, «Сын мой, все мое твое, а о том надо было радоваться, что твой младший брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Этими словами завершается притча спасителя про блудного сына. Этой притчей Господь показывает нам, какую пользу еще приносит человеку пост. Пост заставляет человека посмотреть на себя, обратить на себя внимание. Когда мы живем в довольстве, в пресыщении, обедаемся, опиваемся, то мы обычно на себя не смотрим. Мы довольны всем, нам все хорошо, хотя душа страдает, человек испытывает какие-то внутренние мучения, но мы не считаемся с этим и на себя не смотрим. Когда человек начинает себя ограничивать, то у него появляется потребность посмотреть на себя, разобраться в себе и найти выход из того положения, в котором человек находится. и блудный сын, пост его привел к тому, что он вспомнил про дом отца, вспомнил, что там слуги, которые избыточествуют хлебом, и решился вернуться в отчий дом, но со смирением, не требовать от отца, что я твой сын, давай принимай меня, а он хотел стать хотя бы единым, как от наемник. Это смирение, которое вызвало отца из дома, и он встретил его прежде, еще как он вернулся, и обнял его, и одел лучшую одежду. Каждый человек в своей жизни на каких-то этапах в большей и меньшей мере подобен блудному сыну. Когда мы грешим, то грех нас удаляет от Бога, и грех упустошает человеческую душу. И если мы начинаем пуститься, то пост заставляет нас посмотреть на себя. Мы лучше себя очущаем в своем состоянии, и имеем желание посмотреть на себя, что в нас творится, в чем причина наших бедствий. И человек определяет, что причина нашего крушения это то, что мы ушли от Бога, чтобы нагрешили. Грех это болезнь, которая никогда не приносит человеку блаженство, в состоянии блаженства. Она всегда человека унижает и мучает. И человек хочет, и он создан не для того, чтобы жить в муках, а для того, чтобы жить в радости. И человек ищет этой радости. И когда он пустится, то грешник начинает понимать, что причина его удаления от Бога, причина его бедствий это удаление от Бога. Это мы почти все понимаем, когда мы начинаем себя анализировать, мы все понимаем, что надо молиться больше, надо делать добрые дела, то есть возвращаться к Богу. Но не у всех хватает решимости. У блудного сына очень замечательно, что он встал и пошел. Он не только определил свое бедственное положение и понял, что ему делать, он встал и пошел. Вот этого встать и пойти у нас многих из нас не хватает. Мы понимаем, что беда, что я плохо делаю, я понимаю, что я не так себя веду, я имею недостаток в молитвах, в добрых делах и все в добре. Но у меня не хватает мужества встать и пойти, то есть встать и делать это, то, что я должен делать. Мы, конечно, хотим для себя максимального, мы хотим встать и сразу стать святыми. Но это вот не бывает. Блудный сын встал, пошел и он неизвестно, сколько шел, но он шел значительное время, пока достигнул отчего дома. Но уже, когда человек встает и делает первый шаг к Богу, Бог уже делает шаг на встречу человеку. То есть, Господь подает человеку свою такую дивную благодать, которая в всех скорбях, всех трудностях, там, переживаниях, она уже утешает человека внутри. Грех, когда мы грешим, то нам, мы вроде кажется, нам весело, а внутри нас все больше и больше тощит какая-то тоска, уныние. а когда мы начинаем делать добро, когда каемся и возвращаемся к Богу, то мы еще не вернулись, мы только сделали один шаг, а уже Бог дает человеку благодать, утешение, укрепляет нас, помогает и утешает, и у человека появляется какая-то внутренняя сладость. Когда человек грешит, то он пьет и яд, который сладкий, а потом поражает человека. Когда человек кается, он принимает лекарства, которые на устах горькие, а приносит человеку сладость исцеления. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы в течение поста каждый из нас определил, кто не ушел с отчего дома, это прекрасно, и берегите себя там. Кто из нас ушли, удалились своими грехами дальше, ближе от отчего дома, давайте во время поста особенно опомнится встать и маленькими шажками пойти в отчий дом, то есть возвращаться к Богу, возвращаться к той жизни, ради которой Господь создал человека, для блаженной вечной жизни, которая начинается у человека здесь на земле, а после смерти она продолжается на небе, о Христе Иисусе Господи нашим, которому от нас слава, честя, поклонения, ныне бесконечные веки, аминь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.